Меня зовут Андрей Стратичук, я аналитик сервиса «Газпромбанк Инвестиций». В последнюю неделю очень много говорят и не утихают новости про «Самолет Плюс». Компания стремится привлечь средства на при-IPO для дальнейшего развития бизнеса. Также у компании в планах провести полноценное IPO в будущем. Но сначала давайте разберемся, что такое при-IPO и чем этот формат примечательный. Все больше компания рассматривает при-IPO как промежуточный формат перед первичным размещением собственных акций на бирже. При-IPO это инвестирование в компании на стадии перед их выходом на биржу. Это значит, что инвесторы приобретают акции компаний до того, как они станут доступными широкому кругу лиц. Этот формат привлекает все больше компаний, поскольку позволяет привлечь средства и подготовить все внутренние процессы к дальнейшему первичному размещению акций. А теперь давайте разберемся, что из себя представляет компания «Самолет Плюс». Этот проект принадлежит группе компаний «Самолет». Компания провела IPO в 2020 году и уже доказала свою успешность на рынке благодаря сильному бренду и растущим финансовым и операционным показателям. Итак, «Самолет Плюс» представляет собой платформу на рынке недвижимости, которая позволяет полностью закрыть потребности клиента в рамках формата «Единого окна». На этом сервисе клиент может найти решения для поиска, покупки, продажи и аренды недвижимости, ремонта и мобилировки, организации уборки, переезда, оценки квартиры, дома или другой недвижимости. Компания реализует модель облегченных активов, предполагающую наличие минимальных объемов, фиксированных затрат и операционную гибкость. Выстроенная модель бизнеса предполагает минимизацию капитальных затрат на собственные офисы и производство собственной мебели, а также ежемесячно фиксированных затрат на содержание в штате собственных ремонтных бригад. В рамках текущей бизнес-модели 99% офисов компании работает по франшизе, что позволяет компании увеличивать рост офисов без необходимости осуществления существенных затрат. На данный момент примерно из 1700 офисов только 6 являются флагманские. В рамках платформы Самолет Плюс уже работают более 130 девелоперов-партнеров, а также 55 тысяч агентов-пользователей CRM. Ежемесячное количество уникальных пользователей ресурсов Самолет Плюс и Самолет.ру и мобильных приложений составляет 5,4 миллиона. На начальном этапе компания активно развивалась через M&A-сделки, присоединяя агентства недвижимости, а также купив CRM-сервисы, в которых работают большинство агентов рынка недвижимости в стране. В дальнейшем компания планирует развиваться преимущественно органически. Самолет Плюс работает на рынке жилья, который охватывает рынок первичной недвижимости, рынок вторичной недвижимости, аренду, мебель, ремонты, страхование и финансы в виде процентов по ипотеке. По итогам 2023 года размер рынка оценивается в 29 триллионов рублей. На данный момент рынок характеризуется высокой степенью фагментации, отсутствием комплексных продуктов для клиентов, разрывом в качестве услуг и предложений между вторичными и первичными рынками, низкой степенью прозрачности, цифровизации и защиты интересов клиента на вторичном рынке. Самолет Плюс работает в нескольких сегментах. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет более 60% выручки будет находиться на сегментах улучшений, куда входит меблировка и ремонт. Остальные 40% могут разделить между собой поровну сегменты проведения сделок и финансовые услуги. По оценкам самого сервиса Самолет Плюс, его доля на рынке сделок с недвижимостью на первое полугодие 2024 года достигла около 10%. Сервис представлен более чем в 300 городах России. Надеюсь, вам понравился этот мини-обзор компании Самолет Плюс. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите их под видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.